Триумф 2015 собрал весь спортивный цвет Мозорского нефтеперерабатывающего завода. И во Дворце культуры этого предприятия прошло мероприятие, которое можно сравнить с кинематографическим Оскаром. Только не такого масштаба и вместо призов за лучшую главную роль или сочинение музыки к фильму, здесь ручались кубки, дипломы и подарки за победу во всевозможных состязаниях, начиная от детских турниров и заканчивая стартами профессиональных атлетов уровня чемпионата мира. Действительно, спорт это не только красота и здоровье, это здоровая нация. А здоровая нация, мы все знаем, что это основа сильного государства. Очень приятно, и мы все это ценим и понимаем, что наш нефтеперерабатывающий завод наравне с решением таких глобальных производственных задач, наравне с той серьезной проводимой модернизацией, сегодня пристальное внимание уделяет развитию спорта. Это очень уважительно и это очень здорово. Стоит отметить, что мероприятие началось с торжественного открытия и выступления показательного номера воспитанников спортивно-технического клуба «Старт», который стал первым номинантом «Триумфа-2015». Символично, что именно дети были первыми отмечены за успехи на Ниве спорта, которому так много внимания уделяет наш промышленный гигант мирового значения Мозорский нефтеперерабатывающий завод. Я хочу сегодня сказать огромное спасибо всем. Всем, всем именно работникам «Старта», работникам, путешественным в чужой болезни, нашей волейбольной команде, руководителям наших структурных подразделений, физоргам, которые обеспечивают участие всех детей, заводчан, их близких и знакомых в мероприятиях, в спорте. И отдельные слова благодарности я хочу сказать тем заводчанам, которые сами занимаются спортом и достигают высоких побед, достигают высоких рубежей. Огромное вам всем спасибо. Я хочу вас поздравить всех с праздником, пожелать вам всем крепкого-крепкого здоровья, удачи, успехов. Этот прекрасный праздник не состоялся бы без правкома Мозорского НПЗ, который многое сделал и делает для развития спорта и физкультуры, понимая, насколько это важно для работников предприятия и их детей. Хочется констатировать, что победы наших спортсменов на спортивных аренах подстать производственным успехам нашего предприятия. И это, конечно, отрадно. Мы все понимаем, что спортивный характер формируется в детстве. И именно поэтому наше предприятие и правком Белхим профсоюза вкладываем немалое средство в поддержание спортивной базы наших учреждений детских. Это спортивно-технического клуба «Старт» и специализированная детская и юношеская спортивная школа «Живчужина Полесья». Что до СТК «Старт», то около тысячи человек. Из них 600 детей занимаются в 11 кружках и секциях. И, безусловно, среди подобных клубов «Старт» Мозорского НПЗ – один из лучших во всей стране. В Маким лице от всего клуба «Старт» от ребят, от педагогического состава я хочу поблагодарить руководство нашего завода, нашего предприятия за внимание и поддержку. За то, что у наших ребят есть великолепная возможность заниматься любимым делом. За то, что наши ребята в очень небольшом клубе «Старт». У нас там помещается, мы уже слышали, около тысячи человек. Но у каждого есть возможность заниматься тем, что ему по душе. Ну а мы, в свою очередь, будем говорить вам спасибо своими достижениями, своими победами. Награждения и выступления перемежались артистическими номерами, которые были под стать лауреатом вечера. Ну а если следовать хронологии, то после спортивно-технического клуба «Старт» на сцену вышла профессиональная. Волейбольная команда «Живчужина Полесья», которую представил новый ведущий вечера. Хорошо знакомый любителям спортивных передач телеканала «Мозырь», в частности, волейбольного обозрения. Команда «Живчужина Полесья» стала сильнейшей клубной командой нашей страны. Команда, которая появилась благодаря «Мозырскому нефтеперабатывающему заводу». В минувшем году «Живчужина Полесья» достигла самой вершины отечественного клубного волейбола, завоевав золотые медали чемпионата страны, добившись настоящего триумфа. Прошлый год подарил нам чемпионство. Это, наверное, как наш девиз «Всегда вместе». Совместная работа команды, болельщиков, руководителей предприятий, которые нас поддерживают. Планка поднята высоко. Наверное, осознание той победы пришло чуть попозже, где-то даже со слезами на глазах. Хочу поздравить всех заводчат с прекрасным праздником спортивным, всех ребят, которые выступают в футболисты, волейболисты, наша команда. И хотел пожелать всем хорошего настроения. Приятно, что те волейболистки, которые во второй половине 2015 года пополнили «Живчужина Полесья», уже успели проникнуться той прекрасной атмосферой, которая царит в спортивном мире Мозырского нефтеперабатывающего завода. И оценить ту заботу, которой здесь окружены в том числе и профессиональные спортсмены. Мне, конечно, очень приятно видеться в команде «Живчужины Полесья». Здесь создаются все условия, очень сильная поддержка. Так что приходите на наши века и идти на вас. Хочется поздравить всех с этим праздником. Первый раз вижу такое отношение к спорту, такое количество спортсменов за кулисами. И такое же количество людей в зале, которые их чествуют, и я вижу, что очень любят и гордятся. Всех с праздником. Хочу сказать, что в одном другом группе нашей республики не ощущается настолько сильная поддержка болельщиков. Это очень приятно меня удивило, поразило. И продолжайте в том же духе, приходите на наши игры. Всех с праздником. Профессиональную волейбольную команду сменилась дюшер Мозорского нефтеперабатывающего завода «Живчужина Полесья» во главе с его неповторимым директором Владимиром Ивановичем Хамутовским. Я хочу тоже как-то в своем выступлении напомнить, что «Живчужина Полесья» в 33 года является активным участником спортивного движения профсоюзного. И, конечно, у нас задача не то, что такая более серьезная. Да, мы должны готовить спортсменов высокого уровня. Федор национальной команды Республики Беларусь. Конечно, мы должны выполнять нашу «Живчужину Полесья» в волейбольную команду мастеров. И что мы делаем. Естественно, добиваться еще, конечно, заниматься не оздоровлением, но как можно больше привлекать мальчиков и девочек к активным занятиям. Аплодисменты, дорогие друзья! Гребина Кануэ, борьба Гребина Римская, вольный пол! Каждого номинанта спортивной школы зал встречал овациями, понимая, что за успехами спортсменов и тренеров «Живчужина Полесья» кроется ежедневный и очень нелегкий труд. Показательно, что сами чемпионы понимают, насколько велика роль в их успехах – Мозорского НПЗ. И это благодаря руководству нашего завода. И очень приятно видеть руководство на соревнованиях наших спортсменов болеет за спортсменов. И очень это приятно. И хочу сказать спасибо за награду, за приз. Но это не только моя заслуга, но и заслуга нашего тренерского коллектива. Из достижений профессионального спорта отметим Камилу Бубр, которая в свои 18 лет стала чемпионкой мира и Европы. А из успехов на уровне воспитанников из Дюшора выделим победу на республиканской спартакеаде волейбольной команды специального спортивного класса средней школы номер 14, которую готовят тренеры Петр Владимирович Пархимчик и Владимир Николаевич Коноплевич. Хочется выразить еще благодарность учителям и администрации 14-й школы за то, что помогают нам совмещать учебу и наш любимый волейбол. И никогда не отказывают в помощи. И, конечно же, хочется сказать спасибо нашим любимым родителям, которые 4 года назад поддержали наш выбор и приняли на тот момент, казалось бы, очень сложное решение. Отправили учиться в спортивный класс. На этот момент я уверена, что ни я, ни мои подруги по команде не пожалели об этом. И хочу сказать новичкам и их родителям, чтобы были решительнее в своем выборе в пользу волейбола. А всем спортсменам, находящимся в этом зале, я желаю заслуженных, предстательных и незабываемых побед. Присутствовали здесь и директора школ, где есть специальные спортивные классы, гордость дюшер Жемчужной Полесье и Мозорского МПЗ. Я вас всех поздравляю с этим замечательным праздником. И хочу сказать вам, что нам, в школе номер 9, тоже очень сильно повезло. Повезло в том, что школа наша была построена тоже благодаря заводам в 1973 году. И как и Жемчужине Полесье, как и Клубу Старк, мы ощущаем эту заботу, постоянную заботу завода для наших детей и родителей. И то, что завод помогает в школе, огромное им спасибо. Я горжусь тем, что в данный момент на этой сцене стоят две мои ученицы. Это Юлия Мартиновича и Даша Анатольевна. Девочки, я вам облачу. Вы просто молодцы. Это наши города, это белая семья, это мой народ любимый, это белая жизнь моя. В рамках одного сюжета не рассказать обо всем, что было в тот вечер на сцене Дворца культуры Мозорского нефтеперерабатывающего завода. А ведь награждали и победителей круглогодичной спартакиады, прекрасную футбольную команду завода, честовали спортсменов международного класса, принимали новых членов клуба заслуженный спортсмен Мозорского НПЗ. Ну и, конечно, очень приятно, что не был обойден вниманием и наш телеканал Мозорь в лице директора Юрия Ашеровича Папова. Единственное, я хочу сказать, что вот мы всегда вместе. Со всеми абсолютно работаем и вместе перерабатываем. Мы всегда вместе. Выражая восторг этим мероприятиям, выразим благодарность всем тем, кто принимал участие в его организации. Профсоюзной организации завода, коллективу физической культуры с Дюшор, СТК Старт, работникам Дворца культуры нефтеперерабатывающего завода и, конечно же, участникам и зрителям. Всем тем, без кого не было бы этого прекрасного спортивного праздника. Триумфа 2015. Триумфа 2015.